Участие. Хочу сразу сказать, что здесь в принципиальном плане позиция такая Российского футбольного связи, она будет в ближайшие годы такой, что есть некие критерии ТИФА, скажем так, крупная общественная организация, 75% голосов должно принадлежать любительскому футболу, массовому, то есть региональному, федерациям, и 25% профессиональному футболу. И нет смысла здесь насыщать, перенасыщать, как их принимать, он потерял статус, уводить, мы потихонечку будем приводить к тому, что мы делали, 5-й и 8-й год, то есть речь пойдет о том, что должен быть четкий и стабильный состав Российского футбольного союза. Это региональные федерации, это объединение региональных федераций, не региональные объединения, и, значит, лиги, профессиональные лиги, которые существуют в Российском футбольном союзе. И от ассоциаций, ассоциаций тренера, ассоциации там различных направлений футбола, вот это такая базовая структура Российского футбольного союза будет прийти. И вот мы постепенно будем уточнять. Поэтому такой вопрос будет. Около семи членов будут выведены из состава Российского футбольного союза. Дальше мы посмотрели по уставу. Незначительные изменения, связанные с уточнением неких процедурных вопросов. Уточнили мы еще раз структуру комитетов. Скажем, на вели, добавили один комитет, будет комитет по маркетингу, который будет сформирован. И дальше, значит, уточнили ряд полномочий, ряда комитетов, такие как, условно, у нас контакт по пляжному футболу, а мини-футбол остался за рамкой. Полномочия добавили к этому комитету. Что касается устава. Ну и дальше там такие процедурные вопросы. По бюро мы немножко поговорили, численный состав до 9 человек. И дали возможность, может быть, здесь, скажем так, более оперативное бюро работы. Уставы еще также, значит, какие-то, ну такие организационные, чисто технические вопросы, полицензированные клубом, чисто там, так сказать, вопросы организационные будут изменять. Глобальных изменений, короче, там уставе не будет, просто чисто технические правды. Дальше, значит, мы еще раз вернулись к стратегии развития футбола. Этот вопрос, конечно, вызвал большое обсуждение, потому что все комитеты рассмотрели его, и каждый председатель сегодня рассказывал, докладывал свое видение, то, что нужно внести. Главное, скажу, здесь главных 3-4 вопроса, которые обсуждалось, это в рамках стратегии, к которой он будет окончательно приниматься. Стратегия – это стратегические документы, и, конечно, такая дорожная карта по ее реализации. Что, когда и какие строки будут приниматься. Конечно, большой вопрос – это профессиональным футболом, это количество клубов, это структура, это все, что касается сегодня вопросов организационных, финансового фэрплея, потолки, там, зарплат, или, так сказать, первый контракт молодого, защита доморочников, игроков, лимиты. И вот это все в этом блоке, в большом, сегодня мы говорили, и, естественно, конечно, как стратегически это будет поправлено, стратегия. В дорожной карте, скорее всего, большинство таких изменений будут вводиться после сезона 2018-2019 год. Ну, какие-то, наверное, ряд моментов мы можем ввести в сезон 2017-2018. Вот это такой большой. Дальше по структуре соревнований подробно говорили. Первый и второй дивизион, первый дивизион, значит, и второй, второй, конечно, первый дивизион будет сохраняться, вопрос будет обсуждаться только в количестве команд и, значит, в каких-то требованиях еще раз под омороченным игрокам, по молодым игрокам. Второй дивизион и, так называемый, третий дивизион, вот здесь мы, значит, такая большая дискуссия была, значит, нам еще предстоит здесь уточнять все из тем, что у нас есть некое пересечение. Есть еще вопросов и хочется стабильности структуры соревнований. Вот эта, вот, скажем, стратегия, это такой большой вопрос вызвал. Второе направление обсуждался вопрос стратегии, это, конечно, подготовка игроков. Это система, значит, детско-юнорский школ, система соревнований, детско-юнорский футбол. В целом, это тот вопрос, который сегодня комитеты рассказывали, как они видят. Третий блок вопросов посвящен был массовому футболу. Сегодня очень много разновидностей футбола, 5 на 5, 7 на 7, очень много, значит, здесь, в общем-то, движений, разных ассоциаций создаются. Мы сегодня говорили, как это дело, чтобы во главе всего этого стоял Российский футбольный союз. А в основном стратегия, та, которая за основой была, она подтверждена. И вопросы продвижения футбола, пропаганды, качество футбола, здесь об этом мы тоже сегодня говорили. Поэтому, в целом, мы договорились так, что и рабочая группа продолжает работать, и если необходимо будет, мы еще за день до конференции соберемся в конкретном варианте стратегии этого работы. Ну, самое главное, все участники в процессе. Это вот то, что касаемо конференции. Думаю, что на конференцию мы сможем уже внести вопросы о финансовых итогах 2016 года, как раз уже апрель месяц. Надеюсь, что мы успеем аудит провести и подвести итоги, наверное, проинформировать и получить одобрение финансо-хозяйственной деятельности Российского футбольного союза. Вот, что касается конференции. Остальные вопросы футбольные были рассмотрены здесь. Большое количество календарей, там регламентов, регламенты среди команд спортивных школ. Вызвало такое большое обсуждение, нам пришлось его перенести на бюро, потому что там речь идет о количестве команд, 16 или 20 играет. И здесь большая дискуссия. С одной стороны, нам хочется расширения, с другой стороны, мы видим, что по 15-0 некоторые детские школы уигрывают у других. Ну, то есть, и 7 дней подряд играют здесь. Ну, предстоит на следующей неделе на бюро мы к этой теме вернемся. Вот, дальше там утвердены переносы России по футболу среди юридических сборных команд, субъектов Российской Федерации. Дальше всероссийские соревнования среди юридических команд, 17-й год, руководство по лицензированию футбольных клубов, незначительные изменения, коснулось ко второго дивизиона. И документы, регламентирующие работу судейского комитета. Вы помните, мы один из полковых посвящали, это у нас департамент дал все необходимые документы, стратегии уже уточненные документы. Но мы их за основу приняли. Они сейчас не мешают работать, а в основном только с интернет-кручивостью утвердили сегодня все предложения по судям. На втором речае списки судей утвердили первого, второго дивизиона, премьер-лиги и инспекторского корпуса. Здесь надо сказать, что департамент проделал большую работу, связанную с аттестацией тренера, судей, инспекторов, с физической подготовкой. Ряд, к сожалению, арбитров не прошли эти испытания, поэтому им дается, как шанс будет дан. Кто-то был травмирован, кто-то не смог. Поэтому актуализированные судьи утверждены, списки судей. Поэтому все, что мы рассмотрели сегодня на заседании. Все, коротко по заседанию.